Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я хочу вам показать еще один пример, как можно сделать глаза модели на портретной фотографии еще более выразительными. Для этого я портрет приближу для того, чтобы глаза у меня были ближе, чтобы я смог с ними точно работать. Мы сделаем по нижнему краю глаза такой еле улавливаемый блик. И вы сразу увидите, что объем глаза и выразительность повысится. Для этого мы сделаем следующее. Давайте возьмем инструмент выделения овальная область. Алгоритм создания кнопочка обычное выделение. Направим курсор в центр глаза. Нажмем сразу две клавиши shift и alt. И сделаем от центра такую круглую область. Может быть чуть-чуть меньше, чем область глаза. Если у вас какие-то неточности здесь вышли, можете находясь в этом же инструменте, инструменте выделения, немного сместить. Потом, когда мы блик сделаем, мы сможем его еще немного перемещать. Пока нам важен сам процесс. Итак, мы его сделали. Так. Вот. Теперь давайте сделаем вот что. Мы половинку вот этой вот круглой области отсечем. Сделаем полукруг. Для этого я возьму прямоугольную выделенную область. Выберу алгоритм создания вычесть из выделенной области. И выделением большего размера вот так вот половинку нашей окружности удалю. Вот у нас получился такой вот полукруг. Затем я создам новый пустой слой и залью вот этот полукруг белым цветом. Белый цвет у меня уже выбран. Я возьму заливку и заливаю. Так. Теперь не выходя из выделения, то есть выделение у нас остается, да, я иду опять в инструмент выделения. Обязательно надо перейти значит в алгоритм обычная выделенная область. И вот этим же инструментом инструментом выделения я немного вверх перемещаю вот эту выделенную область. Можно на клавиатуре стрелками вниз вверх вправо-влево более точно это сделать. Ну я примерно вот такое перемещение делаю и теперь я нажимаю просто клавишу Delete и у меня вот эта область удаляется из низлежащей ну в смысле из вот этого полукруга. В принципе все нам выделение уже не нужно. Теперь я могу нажать комбинацию клавиш Ctrl-D чтобы выделение снять. Так ну по моему замыслу вот этот вот блик он должен был быть чуть поменьше по самому краю глаза идет. Ничего страшного я беру инструмент редактирования свободное трансформирование либо комбинация клавиш Ctrl-T и немного уменьшаю в размере этот блик. Благо он находится на другом слое и это запросто можно сделать. Нажимаю галочку что я согласен. Вот примерно так это выглядит. Теперь вот этот слой с бликом я смешиваю с неслежащим слоем в режиме мягкий свет. Вот примерно так у нас получилось и теперь вот этот блик я размываю при помощи фильтра который находится в группе фильтров размытия размытие по гауссу наверное многим известен этот фильтр да вот и здесь уже мы размываем на необходимый параметр определяя визуально как это будет смотреться лучше ну примерно вот так вот да может быть три вот ну вот блик у нас готов давайте нажмем ок ок да и сравним вот на этом глазу у нас нет этого блика здесь есть для этого я откачусь назад и давайте сравним какой глаз нам больше нравится вот этот с бликом или вот этот без блика да выключаю включаю ну по-моему выразительность выше соответственно вы когда будете создавать свои выразительные глаза да своей модели вы можете блик сделать больше меньше прозрачнее светлее темнее это как вам уже на душу ляжет ну вот здесь вот я если хочу этот блик допустим на другой глаз переместить просто беру инструмент перемещения находясь на слой за этим бликом нажимаю клавишу alt и перемещаю вот сюда то есть если мы с alt это делаем то мы как бы копируем да глаза у нас одинаковые поэтому у нас получилось вот так вот можно вот эти два слоя соединить нажав комбинацию клавиш ctrl e да вот чтобы мы могли управлять вот этим соответственно бликом на одном слое давайте снова я откачусь назад так ну мне кажется что получился взгляд нормальный давайте сравним так было так стало можно прозрачный слое маленько убавить если он кажется вам через чур да или при необходимости еще раз мыть да вот я бы хотел чтобы вы оставили в комментариях как вам кажется уместен ли этот блик здесь или нет это первое и второе вы же можете мне там несколько приемов глазами описаны вы можете их применить вместе и обводку вокруг глаза сделать и блик кстати я вам показал первый способ создания вот этого блика да давайте я вам покажу другой способ этот способ был связан с тем что мы на отдельном слое создавали просто свободный элемент да в виде заливки потом его размывали смешивали в режиме мягкий свет давайте я покажу как это можно сделать при помощи корректирующего инструмента ну например уровни да вот уровни этот инструмент дает больше гибкости в создании вот этого блика хотя и здесь тоже все нормально да для этого я откачусь назад ну вот клавишу Alt Z нажимаю да вернее Ctrl Z вот и мы откатываемся назад 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 да на тот на тот момент когда у нас когда у нас ну чтобы Паново не создавал выделение да когда у нас имеется вот просто вот такой вот значит вот такое вот не выделение а объект да кстати я могу сразу же его скопировать сюда вот и немного на клавиатуре поправить ну примерно вот так да и опять я вот эти два элемента объединю Ctrl E я это делаю для того чтобы сделать ну маску выделения да то есть смотрите когда у меня на одном слое вот эти два объекта расположены и я отжимаю клавишу Ctrl и нажимаю на пиктограмму слоя видите вот эти вот объекты у меня в области выделения оказались теперь сам слой я могу удалить а выделенные области остались и теперь поверх них я устанавливаю корректирующий слой уровни соответственно уровни у меня устанавливается через маску слоя да вот где вот эти вот области они учитываются ну они мелкие поэтому мы их не видим но мы сразу вот этот слой кривых смешиваем в режиме мягкий свет вот да и вот смотрите видите блик он значит появляется но это появляется не блик а темная область для того чтобы у нас область не темнела а была светлее светлее мы с вами уже не черный движок должны перемещать а светлый влево вот так перемещаем чуть-чуть да то есть видите здесь мы уже можем больше у нас появляется больше гибкости но мы должны еще размыть область она у нас очень ото смотрится поэтому я иду вот сюда при выделенном слой я усиливаю растушевку на глазах да вот на этом выделении ну и вот примерно вот так вот оставляю то есть гибкость заключается в том что я в любой момент времени могу значит откорректировать как растушевку вот этих областей так и их яркость вот видите могу совсем ярко сделать здесь можно еще и движком серого цвета усиливать либо ослаблять этот элемент давайте я маленько отодвину модель вдаль дальше от себя и посмотрим что у нас получается вот выключаю слой так было без блика так с бликом ну опять таки я бы хотел вас попросить чтобы вы оставили в своих комментариях ваше мнение по поводу этого способа и его уместности значит применение значит к ретушированию глаз портрета спасибо за внимание желаю вам удачных творческих работ с вами был Александр Семенов до новых встреч удачных удачных удачных